Здравствуйте, уважаемые зрители! Мне очень приятно вам сообщить, что сегодня блюдо от шефа представляет Юрий Шрамченко, шеф-повар французского ресторана «Дикселент». Добрый день! Напоминаю, что торговая марка «Мерная» дарит нам с вами уникальную возможность брать уроки кулинарного мастерства у самых знаменитых шеф-поваров нашей страны. «Мерная» – лучшее в наше время. Также я благодарю за поддержку торговую марку «Тульчин», которая специализируется на выпуске колбас и мясопродуктов только наивысшего качества. Юра, а теперь скажи, что мы будем готовить накануне 8 марта? Гусиная ножка конфи под соусом форестиер. Ого! Вот это блюдо! Не могу сказать, что даже я, ведущая нескольких гастрономических программ, знаю, о чём идёт речь. Гусиная ножка конфи – понимаю. А вот соус форестиер – не знаю, что это такое. Тем более мне интересно понять, что нужно купить. Я надеюсь, продукты известны и продаются. Конечно. Значит, прежде всего нам нужен гусь. Так, отдельные его части? Отдельные его части. Это окорочок гусиный, ножка гуся, малое филе гусиное и основное гусиное филе для этого блюда. Скажите. Так, на гарнир? На гарнир картофель дофине. Для картофеля дофине нужен непосредственно картофель, сыр, сливки, основные соль, перец, растительное сливочное масло, чеснок. Чеснок я не вижу, зато я вижу пасту белого трюфеля. Это куда? Да-да-да, я забыл. А, ну конечно, ну конечно, диктилент ресторан французский без трюфеля. Здесь практически ни одно блюдо не обходится. Но, Юра, давай скажем честно, если кто-то не найдет такую пасту, хотя она продается, то ничего страшного. Да, безусловно. Все равно будет очень вкусно. А для соуса? Соус у нас в этом блюде двойной. Первый соус – это основной трюфельный белый соус. Для этого соуса нужны сливки, концентрированный говяжий бульон, сливочное масло, паста белых трюфелей, соль, перец. Для второго соуса мы используем ликер Мария Брезар, уксус-бальзамик, белое вино, масло сливочное и наш говяжий бульон концентрированный. Это тот самый, который во французской кухне называют демигляс, да? Демигляс. Для приготовления этого соуса, самого, со самой тай снова, мы используем много овощей и много костей и мяса. Мясо с костями. Мясо с костями, да. Варим долго, и потом эти овощи… На протяжении 4-6 часов соус усаживается, мы все дело потом отсаживаем, и получается у нас демигляс. Никакого вина здесь не… Используется белое вино не послушать. Ну, конечно, все секреты откройте вам. Она, понимаете, уважаемые зрители, должна все выспросить у шеф-повара, потому что только в программе «Блюда от шефа» вы имеете возможность получить такие дельные советы от профессионалов. И для украшения мы используем лук-порей, жареный во фритюре, лепесточки баклажана высушенные и стричково-сердерей, лук-резанный резец, кольца маслин. Мы начинаем приготовление, только откуда-то появился еще один сотейник, который мы не назвали. Это гусиный жир для приготовления ножки конфит. Я так понимаю, что нужно взять сливочное масло и положить его в сковородку? Безусловно, мы берем растительное масло, наливаем чуть-чуть. А, сначала растительное. Обязательно. Берем сливочное масло. Один маленький кусочек. Ставим на конфорку и обжариваем гусиную ножку. Обжариваем гусиную ножку с обеих сторон до золотистой корочки. Обжаренную с обеих сторон гусиную ножку мы выкладываем в сотейник гусиным жиром. Вот, обратите внимание, уважаемые зрители, оказывается, весь гусиный жир, а тут его где-то литр, да? Да. Участвует в приготовлении. То есть, проще говоря, эту ножку нужно в жире утопить. Утопить и томить на протяжении четырех часов. Где? В духовке при температуре 180 градусов. Пока наше утко томится в нашей духовке, мы будем готовить соуса. Первый соус у нас идет белый основной. Трюфельный соус. Для этого нужно взять сотейник, поставить на конфорку, взять белое вино, налить. Так, очень важно вино правильно выпарить, чтобы осталась одна треть объема. Вина была белого сухого 100 грамм, осталось 30. Теперь что? Как мы видим, у осталось 30 грамм всего этого соуса. Мы добавляем говяжий бульон концентрированный. Порядка 200 грамм. После говяжьего бульона добавляем сливки 35% грамм 100. Сливочное масло, порядка 50 грамм. В данный момент мы видим, что соус загустел. И мы добавляем трюфельную пасту белых трюфелей. Соус уварился, стал меньше на одну треть, да? Да, на одну треть, безусловно. Но, Юра, еще раз, если кто-то не найдет трюфельную... Ну, думаю, в принципе, ничего страшного в этом не будет. Все равно будет вкусно? Очень будет вкусно. Первый соус готов. Отставляем его в сторонку, в теплое место и готовим следующий. Для этого... Берем сотейник. Выливаем морей-брезар. За морей-брезар идет красное сухое вино. И немного выдержанного уксуса бальзамик. Выпариваем одну треть жидкости и добавляем говяжий концентрированный бульон. Добавляем сливочное масло в соус. Сначала сливочное масло. А потом? Взбивая венчиком, провариваем соус 15-20 минут. Что должно получиться? Тоже уменьшится? Он должен уменьшиться на одну треть. Опять на одну треть. Второй соус тоже готов. Мы отставили его в теплое место. И сейчас собираемся, наконец-то, сделать гарнир. Вот тот самый французский картофель... Дофине. Дофине. Для картофеля дофине нам нужно сливки 35%. Твердый сыр. Твердый, твердый, твердый сыр. Так. Непосредственно картофель, нарезанный тоненько-тоненько лепесточками. Дома вы можете нарезать ножом. У нас в ресторане мы нарезали на слазере. Вот. Немножко чеснока. Буквально вот такая вот... Чуть-чуть, да. Соль, перец. И начинаем готовить. Нарезаем отваренные белые грибы. Тоненько. В оригинальный картофель дофине гриб не входит. Это уже наша непосредственно... Это наработки ресторана Диксилен. Да, Диксилен, да. И да, непосредственно к этому блюду. Для соуса, непосредственно для картофеля дофине, который мы будем заливать, мы используем сливки. Тертый чеснок. Как вы видите, его тут грамма два-триб. То есть нужно просто взять сливки, из пакета их вылить в сотейник, добавить чесночка. Мы ничего не грели, просто... Посолить. Просто вылить, так. Поперчить. Добавить трюфельной пасты. Берем венчик и взбиваем до однородной массы. То есть без трюфельной пасты никак? Никуда. Никуда без трюфельной пасты и никак. Ну, все-таки давай скажем честно, что картофель дофине настолько вкусное блюдо французское, что... Ну, даже без трюфельной пасты получится очень здорово. Очень вкусно, да. Тем более накануне 8 марта. Обращаю ваше внимание на то, что сливки не варятся. Мы просто смешали сливки с чесноком и с трюфельной пастой и отставили в сторону. Это своего рода заливка, да? Которая будет заливаться картофелью. Которую мы укладываем слоями, как вы видите. Лепесточками такими, да? Лепесточками, да. Мы выкладываем первый слой. Присыпаем немножко сыром. Добавляем нарезанных грибов. Выкладываем следующий слой. А заливать будем, когда все заполнится, да? Когда заполнится до конца, до формы, мы уже зальем непосредственно заправкой. Сложный рецепт, но очень интересный. Подробный рецепт этого блюда, если вы сейчас что-то не запомнили или не успели записать, уважаемые зрители, вы, как всегда, найдете в еженедельном журнале 10 дней. Форма заполнена. Но обратите внимание, уважаемые зрители, что последний слой – это обязательно сыр. Обильно-обильно выкладываем сыр и заливаем заправочкой. Очень важно сверху форму закрыть фольгой плотненько. Да, обязательно. Закрываем фольгой и ставим в духовку на 40-45 минут при температуре 180 градусов. Юра, у меня такое ощущение, что мы все-таки приближаемся к финишу. Еще раз напомню нашим уважаемым зрителям. В духовке у нас стоит гусиная ножка. Целых 4 часа она томится в густином жире. Мы приготовили два соуса. Один сливочный трюфельный, второй ягодный Мария Брезар. Два соуса отставили в сторонку. Мы приготовили гарнир. Картофель дофине. Да, французский картофель дофине, который в данный момент запекается в духовке. Что нам осталось? Осталась самая мелочь. Значит, обжарить с обеих сторон большое филе и малое филе. Обжариваем на растительном масле. Обязательно утиное филе положить вначале на шкурку, обжарить шкурку. Когда она подрумянилась, мы выкладываем ее с другой стороны. Доводим до золотой корочки, чтобы обязательно низ поджарился. Что меня интересует, куда шкурка используется? Значит, шкурочку мы обрезаем и будем использовать... И выбрасываем? Да, обязательно. Она нам как бы не нужна. А форма нарезки в этой форме имеет значение? Да, а нарезаем самуутиную грудинку лепесточками. Гусиное филе главное не пережарить. А если будет сырое или горячее сырым не бывает? Главное, чтобы оно было розовенькое и сочное. Гусиную ножку, которая 4 часа томилась в гусином жире, Юра переложил в сковородку. А жир, все, он больше не используется. Больше не нужен нам. Он больше не нужен. Практически вот это символизирует финал приготовления. Ну, теперь мы точно закончили. Пора вручать подарки повару от наших спонсоров торговой марки «Мерная», «Мерная лучшая в наше время» и торговой марки «Тольчин», которая специализируется на выпуске колбасы и мясопродуктов только наивысшего качества. Я думаю, что рецепт такого французского блюда до накануне 8 марта выручит многих. Не сомневайся, готовить будут не только дома, но и во многих украинских ресторанах. Я надеюсь, тебе не жалко рецепт, ты его подарил. Ну что ж, теперь поздравления всем женщинам Украины. До праздников. Я думаю, в принципе, как вы видели сегодня бы это блюдо, оно трудоемкое и очень сложное. Очень вкусное? Очень вкусное, да. И поэтому мое пожелание, чтобы именно такое блюдо в этот большой, в этот красивый праздник вам, женщины, приготовили ваши любимые мужья, любимые мужчины. И вы не стояли у плиты в этот праздник. И получили как можно больше удовольствия в этот день. Если возможно, я продолжу, что если ваш любимый мужчина, муж, не сможет приготовить это блюдо, то пусть он просто сводит вас на ужин в ресторан «Дикселен». «Дикселен» – французский ресторан, где действительно получите море удовольствия. Ну что ж, уважаемые зрители, это было блюдо от шефа. Мне осталось только напомнить вам, что на горнолыжном курорте «Буковель» продолжается высокий сезон. И 8 марта, проведенное там, будет незабываемым подарком. Блюдо от шефа представлял Юрий Шрамченко, шеф-повар киевского ресторана «Дикселен». Удачи и всем приятного аппетита. Субтитры подогнал «Симон» Программа представляет торгова марка «Мерная». «Мерная» – наикраще в наш час. Программа представляет торгова марка «Мерная» – наикраще в наш час. Продолжение следует...